МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кобейн был худощавого телосложения и стеснялся своего образа. Курт нашел выход и надевал сразу много разной одежды, тем самым возродил моду на многослойность. Этот стиль чаще всего мы встречаем у молодежи. Они отсекают своим внешним видом, начиная с головы до ног, любые стереотипы. Они предпочитают шапки Бинни, они предпочитают бейсболки. Что касается футболок, это, скорее всего, будут футболки с очень резкими, дерзкими притами, даже, возможно, с нецензурной лексикой. Оверсайз не на последнем месте. Объемная вещь сделает образ интересней. Отметим и бесформерные тельняшки. Рубашки из фланели и рваные штаны. Что касается цветовой палитры, то правила здесь едины. Быть ярким и выглядеть вызывающе, тем самым подчеркивать свою индивидуальность. А как обстоят дела в наше время? Мы пытаемся двигать себя как в такую своеобразную воронку, которая сливает воедино различные направления уличной культуры. Очень популярны бренды отечественного производства. Кодред, Антитер, Медуза, Пика, Соуат и другие. Некоторые совершенно антисоциальные, и их очень тяжело где-то найти и купить. Например, есть много закрытых тусовок, где делают свой мерч. Выбор одежды, то есть селекция непосредственно происходит на основе того, как бренд себя рекламирует. То есть мы закупаем бренды, которые так или иначе поддерживают эту культуру. Скейтеры, фиксеры, велосипедисты, танцоры. И у них там в своих уже подразделениях идут тоже предпочтения тем или иным вещам, фасонам, брендам. Например, скейтеры почти не носят кроссовки, ведь в них нельзя кататься. Предпочтение они отдадут специальной обуви или кедам. В смежных культурах выбор по такому же принципу. Удобно танцевать, ездить, рисовать – определяющий фактор. Некоторые бренды поддерживают граффити художников. Они отдают предпочтение широким штанам для того, чтобы райдерам было просто удобнее бежать с места красочного преступления. Не копируй чужие образы, используй их только в качестве вдохновения. Одевайся так, как чувствуешь, а стритовая одежда прекрасно поможет справиться с этой задачей.